Десна ТВ Десногорцы отметили День Молодежи. Об этих новостях и не только подробнее. Депутаты Смоленского городского совета остались не до конца удовлетворены исполнением бюджета за 2018 год. Так, при аудиторской проверке были обнаружены серьезные недостатки в реализации средств, а именно в их нецелевой растрате. Тем не менее, бюджет полностью сохранил свою социальную направленность. 66% средств было направлено на образование и культуру. Также были сохранены льготы для разных категорий граждан. Кроме этого, обсудили бюджет города на текущий год. Общие расходы Смоленска предлагаются к утверждению в сумме 6,9 миллиарда рублей. Доходы же утвердили в размере 6,7 миллиарда рублей с увеличением более чем на 440 миллионов за счет безвозмездных поступлений. Рострус сообщил, как правильно уходить в отпуск. В службе напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. При этом работодатель не имеет права самостоятельно разделять отдых на части, не иначе, как по соглашению с работником. В противном случае работодатель нарушит трудовой кодекс. За такое самоуправство грозит либо предупреждение, либо наложение административного штрафа. Но необходимо помнить, что хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Право на удлиненные каникулы, например, в 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений. А директора и воспитатели детских садов отдыхают 42 календарных дня. Дисциплина от торговых предприятий – важная составляющая порядка и безопасности в городе. Это касается и уборки прилегающей территории. Мусор, разбитый асфальт и ржавые входные двери – часто это первое, что видят покупатели при посещении магазина. О контроле дисциплины торговых объектов – далее в сюжете. Без больших торговых площадей сейчас не обходится, пожалуй, ни один населенный пункт. А в Десногорске продуктовые магазины представлены несколькими крупными торговыми сетями. Ритейлеры гармонично вписались в городской микроклимат, что делает жизнь в городе еще более комфортной. Но соблюдать принятые правила благоустройства территории готовы, к сожалению, не все. Много такого соответствия безобразия, потому что это мусор, трава, песок. Тем более это в центре города, где город ходит, все жители ходят. 27 июня глава Десногорска Андрей Шубин совместно с председателем административной комиссии Владимиром Исаевым и заместителем председателя общественного совета города Алексеем Тюриным, а также членами административной комиссии провели инспекцию первых торговых предприятий города. Инспекция или рейд чистоты в будущем станет регулярным мероприятием по проверке выполнения требований безопасности, чистоты и порядка. Они будут представлять собой реальную помощь муниципалитету по осуществлению контроля за соблюдением правил благоустройства. И нередко предприниматели забывают о том, что нахождение на территории города – это не только прибыль, но еще и ответственность, которую нужно выполнять. Пока просто производим замеры на соответствие высоты травы, просто правилам благоустройства, требования к содержанию участка. Инспекцию провели без предварительного оповещения, чтобы объективно оценить будничное рабочее состояние торговых площадей. Готовы к этому были далеко не все. Разбитые двери, мусор, заросший травой участок у торгового объекта – такая неприятная картина встретилась почти у всех крупных торговых магазинов. Зимой снег, лед, летом трава, мусор. Ну и, соответственно, внешний облик здания. Штрафы на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Немалая цена за пренебрежение правилами благоустройства. Штраф полагается злостным нарушителям, то есть тем, кто не устраняет нарушения даже после проверки. Сегодня же инспекция носит профилактический анникарательный характер. Но в следующий раз предупреждений не будет. Мы подготовили вам памятку, чтобы вы ее получили. Еще раз ознакомить, первое, если я вас разручить, надо памятку об ответственности и об условиях выполнения правил благоустройства. Практика показывает, что управляющие торговых площадей не всегда помнят об ответственности не только за качество продаваемого товара, но и за соблюдение правил благоустройства. Информация очень полезна и важна для нас. И мы в будущем будем стараться соблюдать все правила и соблюдать территорию магазина в надлежащем виде. Цель сегодняшнего рейда – оценить, как владельцы предприятий торговли на практике выполняют, знают. А если не знают, еще раз им напомнить требования правил. Ну и, конечно же, выдать памятки. Удалось ли убедить торговые объекты в необходимости соблюдения правил – покажет время. Олег Столовьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Молочная продукция. На долю этих товаров приходится до 20% фальсификата. А некоторые производители просто не в состоянии доказать легальность происхождения своей продукции. Но, тем не менее, их товар продается на полках. Ситуация изменилась с 1 июля. Теперь для сгущенного молока, сливок, сливочного масла, сыров и другой молочной продукции обязателен электронный вес-сертификат. А с 1 ноября список обязательных к маркировке товаров пополнят молоко, кисломолочная продукция и мороженое. При этом некоторые продавцы накануне принятия нового закона добровольно покинули рынок. Торговые сети сообщают о том, что партнерство прекращено с 5% привычных поставщиков. Скептики сообщают, что такие меры приведут не к повышению качества продукции, а к увеличению ее цены и сокращению ассортимента товаров. С 1 июля законодательно ограничили проценты по микрозаймам, согласно правилам, которые разработал Центробанк. Теперь процентная ставка при выдаче потребительского кредита ограничена 1% в сутки. Такое нововведение окажет значительное влияние в первую очередь на микрофинансовые организации. Ожидается, что большинство участников этого рынка перейдут на долгосрочные кредиты, так как работа с займами для них станет нерентабельной. Новый закон отразится и на потребителях. Популярные у населения займы до зарплаты будет получить сложнее из-за уменьшения количества микрофинансовых организаций. 28 июня на территории Атомпарка инициативная молодежь и все, кто молод душой, стали участниками увлекательной программы «Я молодой». И несмотря на дождливую погоду, настроение у присутствующих было солнечным. Подробности в сюжете. День молодежи начался со слов благодарности тем, кто не остался равнодушным и помог создать этот праздник. Это депутат Смоленско-областной думы, почетный гражданин города Десногорск, директор АО «Атомтранс» Михаил Лосенко. Директор Смоленского филиала АО «Атомэнергоремонт» Сергей Александрович Крючков. Аплодисменты! После официальной части начались увлекательные конкурсы. Несмотря на пасмурную погоду, яркими эмоциями ребята зарядились благодаря фестивалю красок. Облака яркого дыма создали уникальную атмосферу и стало ясно – для дальнейшего веселья ни помеха, ни дождь, ни ветер. Одним из самых забавных был конкурс «Эх, была не была». На сцену приглашались добровольцы, которые по сигналу ведущей сдували шариком 15 бумажных стаканчиков. Миша молодец, выгнал хорошую таксицу, у него это прям прекрасно получалось. Ангелиночка, давай мы тоже в тебя верим, у тебя все получится. Отлично! Не остались в стороне волонтеры города. На праздники они исполнили танцевальный флэш-моб в рамках областной антинаркотической акции «Зожигаем вместе». И еще раз напомнили присутствующим, что волонтеры – за здоровый образ жизни. Лучших волонтеров ждала заслуженная награда. За активное участие в жизни города и организацию многочисленных молодежных акций. Также на праздники присутствовали члены мотосообщества – настоящие байкеры, пообщаться с которыми и сделать необычное фото мог каждый желающий. Байкер-гости с удовольствием рассказали о своем увлечении и охотно ответили на многочисленные вопросы ведущей. Итак, байкеры, признавайтесь, они права, что мы считаем послушанно, что вы нарушаете ПДД, а не вашим байкерам улучшает путь неизвестителям. До нового времени, наших мероприятий по-любому нет, потому что мы все с вами договорились о том, что мы будем давать людей на право-груска, и для того, чтобы он поработал. В течение всего вечера диджей Завируха развлекал присутствующих драйвовыми ремиксами. Порадовали в этот день зрители и вокалисты в студии эстрадной песни «Ренессанс», которые исполнили много зажигательных песен. Больше трех часов продолжалась праздничная программа «Дня молодежи» и закончилась традиционно молодежным развлечением – пенной вечеринкой. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Деснатова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество подделок составляет до 35% от всей продаваемой в России обуви. Закон принесет пользу в первую очередь производителям. Они перестанут вести неравную борьбу, пусть с не всегда безопасной, но дешевой контрафактной продукцией. Будет ли это выгодно покупателям – покажет время. Также интересно, что до 2024 года заработает система сплошной маркировки всех товаров. И о погоде. 3 июля в Десногорске пасмурно и возможен дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 15. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Программу вел Олег Соловьев. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok